В законодательной палате Олимаджиса Республики Узбекистан проведено заседание, посвященное результатам изучения в порядке контрольно-аналитической деятельности состояния применения статьи 91 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности в Ташкенте и Ташкентской области. Почти невесомые пакеты или наполненные до краев фёдра. Их содержимое составляет от 1 до 1,5 кг в день. Нетрудно почитать, сколько за год отправляет в мусорный контейнер среднестатистическая семья. Ещё более впечатляюще это выглядит в масштабе республики. Задача большинства – донести бытовые отходы до мусорных баков. Не менее важно соблюдение природоохранных требований при транспортировке, размещении, утилизации, переработке, захранении промышленных, бытовых и иных отходов, равно как и принятие мер к нарушителям. Отмечалось, что Ташкентским областным управлением по экологии и охране окружающей среды в период с октября 2017 по октябрь текущего года вывлено свыше 14 700 случаев нарушения норм закона об отходах. По мнению участников, необходимо... Повысить ответственность как и должностных, так и физических лиц и граждан за соблюдение законодательства природоохранного в части образования, размещения отходов, особенно бытовых отходов, их утилизацию, переработку и также природоохранных правил и норм обезвреживания и захоронения отходов. В настоящее время минимальный размер штрафа в отношении физического лица составляет 183 тысячи сумм, вне зависимости от того, сколько отходов он выбросил в неположенном месте, ведро или целый камаз. Если это должностное лицо, размер штрафа возрастет в 3-5 раз. Но опять-таки, без учета объема отходов. В связи с этим, хочу предложить внести в 91-ю статью Кодекса об административной ответственности изменения, которые бы повысили размер штрафов. Высказанные в ходе обсуждения рекомендации касались и других важных аспектов совершенствования действующего законодательства в сфере обращения с отходами. Устранение в нем имеющихся пробелов и отсылочных норм. Речь была об усилении административной ответственности юридических и физических лиц в регионах за данного рода нарушения, а также ужесточение экономической ответственности за сверхнормативное образование и размещение отходов. Продолжение следует...